И сегодня же в городе стартовал сезон бесплатных занятий физкультуры в скверах и парках. Занятия ведут заслуженные тренеры и мастера спорта по индивидуальным методикам, причем в удобное время и в самых удобных местах. Как заниматься своим здоровьем на свежем воздухе и совершенно бесплатно, расскажет Александра Медведенко. 9 утра. Одни спешат на работу, другие неспешно собираются в Первомайском сквере. Сезон оздоровительной гимнастики стартует. На улице плюс 7 и моросящий дождь, но такая погода скорее плюс для оздоровительной гимнастики. Свежий воздух хорошо влияет на дыхательную систему, а прохлада даже закаляет организм в целом. Владимир Ефремов по собственной методике 13-е лето подряд проводит бесплатные занятия в Первомайском сквере. Проблема взаимодействия позвоночника, в принципе, случается у многих. Собаки, кошки все время его вытягивают. И вот благодаря этой системе, в принципе, мы научились тянуть позвоночник и стоя, и сидя, и лежа. То бишь и на ковриках, и без ковриков. Ну а потом, в принципе, мы попробуем укрепить мышцы с помощью гантелей, резины. Занятия в Первомайском сквере каждую среду в 9.30 утра. Еще одно вечером того же дня в полшестого на аллее улицы Вертковской. Движения простые, результат заметен уже через несколько занятий. Такой-то период был, что у меня даже было, я ходила с росточкой. Был хандос, ну всякие такие вот были. А сейчас, конечно, видите, жизнерадостные. Получаем удовольствие, энергию, сила, бодрость. Для тех, кто хочет заняться укреплением и тела, и духа, 7 июня в Нарымском сквере стартуют занятия по ушу. Мы проводили занятия в Нарымском сквере для взрослых людей. Цигун и тайзи-сюань. Это дисциплины тоже из ушу. Медленные, плавные, спокойные движения с дыханием, с энергетикой. В общем, такая интересная очень система. Привлеклось очень много людей. Ходили, занимались с удовольствием. Части из них даже пошли в группы нам дальше заниматься. А в этом году мы хотим продолжить это и добавить детские занятия. Ни на оздоровительной гимнастике, ни на ушу дорогой инвентарь не потребуется. Главное – удобная одежда и свободное время. Александра Медведенко, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!